А вот вы знаете, у меня в инстаграме есть такие люди, которые пишут мне такое Ты меня смотивировала снимать видео, благодаря тебе я начала снимать видео На самом деле, мне приятно слышать такие слова А также многие люди мне пишут Я тебя люблю, я тебя обожаю, спасибо большое, что ты снимаешь в тикток Я вас тоже, ребят, безумно обожаю На самом деле, я не думала, что за такое короткое время, за 3 месяца, я наберу такую большую аудиторию На моем первом аккаунте в тиктоке я не снимала истории Все потому, что я не знала, что такое истории, и что можно проходить Тауэр и рассказывать какую-то интересную историю Я снимала короткие видео, где на фоне танцевал мой персонаж в Роблоксе, а по центру был написан какой-то текст А потом этот аккаунт благополучно кинули в теневой бан А дальше у меня был второй аккаунт в Роблоксе, где я снимала такой же контент, как и на первом аккаунте То есть, там танцевал мой персонаж в Роблоксе, и был какой-то текст по центру А потом, знаете что? Тикток удалил мой аккаунт за многочисленные нарушения Хотя я не нарушала ни одного правила А потом я не сдалась и создала еще один аккаунт, то есть по счету третий Там я уже снимала истории, но не со своим голосом, так как я очень его стеснялась Я не знаю почему, но мне он не нравился А потом я просто сняла одно видео в Тикток со своим голосом И просто это видео залетело в рекомендации Набрала около 50 тысяч просмотров, и все люди писали, какой у меня красивый голос После этого я перестала комплексовать и со своего голоса А потом, знаете что случилось? Тикток опять кинул мой аккаунт в теневой бан И после третьей блокировки я создала четвертый Я надеюсь, что с этим аккаунтом все будет хорошо Потому что я безумно вас люблю и безумно вам благодарна Особенно спасибо всем тем, кто пишет мне приятные слова и в комментарии, и в директ